Все мы с вами прекрасно знаем, а те, кто не знает, внимание, сейчас вы тоже узнаете, что для того, чтобы как можно выгоднее продать какую-то вещь, ее нужно отрекламировать. Ведь все мы взрослые и прекрасно понимаем, что такое реклама. Или не все. Ну, реклама это просто пиар, что-то типа такого. Или такого. И зачастую по телевизору или иногда в интернете мы натыкаемся на рекламу тех вещей, которые и так каждый из нас рано или поздно купит или покупает всегда. И порой создается впечатление, что реклама снимается не для того, чтобы продать товар, а для того, чтобы просто потратить рекламный бюджет. Но есть сорт рекламы, в которой продают только ради того, чтобы продать. Гениально сказал. А именно продать то, что без дополнительной мотивации и сотни положительных аргументов купить не придет в голову ни одному здравомыслящему человеку. Бабушка, смотри, что купил на югах-то. Ой, это же тряпка. Надь, когда нужна мне? Я твои трусы не дав на тряпки пустила. Бабушка, смотри, что я на югах-то купил. Ой, дед, да это же инновационная тряпка прохлада. Дед, карт сегодня у кого-то будет шмэкспэкспэкс. Ха-ха-ха-ха. И в этом, как вы уже догадались, нам помогают телемагазины, ассортимент которых вызывает зачастую так много вопросов, что Джеймс просто обязан посмотреть на него своими глазами. Все же мы обожаем прогресс технологий. Умный кошелек, умный столик, умный стакан. Шикарно и технологично, но есть вещи куда более круче. Виртуальная реальность? Экзоскелеты? Путешествия во времени? Вообще-то нет. Биомышь. Новейшую разработку российских ученых. Биомышь. Хм, звучит футуристично. Как биовульф, как биотехнологии, биотуалет. Но давайте ознакомимся подробнее. Биомышь с помощью программы снимает показания вашего пульса, определяет ваше психофизиологическое состояние. Компьютерная мышь, в которой устроен датчик замера пульса? Ну да, не иначе, как инновация. Прямо назад в будущее. Все, что требуется, это подключить биомышь к компьютеру, установить программу и проверить свое состояние. Ну, теоретически, если я смог подключить мышь, вставить диск, установить программу, то, скорее всего, со мной все нормально. Или нет? Можно быть поехавшим и уметь включать компьютер. А как тогда я делаю свои видосы? Простые и понятные рекомендации, которые выдают программы по завершении обследования, сразу расставят все по своим местам. А точные данные, это, видимо, вот это заключение и разноцветный кружок, в котором изображен человечек. А, это же матрица состояний. Ну, тогда не доверять этой вещице нет абсолютно никаких поводов. Вы только послушайте, как звучит. Матрица состояний. Вообще-то фигню матрицы не назовут. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Первого аппетита! Блин, надо было так канал назвать. Но позвольте пару вопросов. Зачем этот человечек уходит вправо, ведь он мог уйти влево и ничего бы не изменилось, ведь нет никакой шкалы. Почему создатели данного программного обеспечения решили, что по обычному пульсу можно сделать вывод о состоянии человека и почему эта штука до сих пор вообще продается? Это типа инновация, что ли, до сих пор в 2019 году или что? Я заказала биомыш, теперь я знаю, что не стоит пренебрегать прогулками на свежем воздухе и здоровом сном. А, то есть до этого у вас в семье, конечно же, об этом никто не знал. Даже не догадывались. Настолько закрытой информацией, что даже Прокопенко с РЕН-ТВ со своими инопланетянами рядом не стоял. Я купил биомыш всем своим сотрудникам в офис. Извините, у вас сотрудники тоже нарисованы на хромакее, как и офис позади вас, или я просто не в теме? Я не думаю, что это совпадение, но сотрудники меньше стали отпрашиваться домой из-за недомоганий, стали лучше работать. То чувство, когда ты у себя в голове придумал офис с сотрудниками, провозгласил себя в нем директором, и в этот же день к тебе приехала съемочная группа снимать твой офис. Блин, ребят, вы кто такие? Откуда вы про мой офис узнали? У меня он закрыт на ремонт, давайте на зеленке снимемся. Для того, чтобы чувствовать себя лучше, достаточно просто ложиться спать на полчаса раньше, или вовремя уходить с работы. А может, если ты себя плохо чувствуешь, то это обратиться к врачу? Или это не модно? Зачем глотать таблетки и тратить свои нервы? Ах, ну да, но зачем нам врачи, если можно просто потрогать мышку? Извините, пожалуйста, что-то как-то не подумал. Вы в красной зоне, срочно принимайте меры. Возможно, вы давно не посещали своего доктора. А вы же только что сказали, что врачи не нужны. Займитесь своим здоровьем, ведь с этим не шутят. Ну, судя по вашей рекламе, видимо, шутят. А вот с моим конкурсом на стикеры не шутят точно. Поэтому именно эти комментарии мне понравились больше всего, и именно они получают стикер-паки во Вконтакте. Обязательно добавляйся ко мне в ВК, пиши о том, что ты выиграл, используй мое кодовое слово и забирай свои стикеры. Ну, а на разогрев вот вам еще два комментария, которые тоже получают стикер-паки во Вконтакте. А ты обязательно вжаривай лайк этому видосяну, чтобы увеличить свои шансы на победу, ведь чем больше активности под этим роликом, тем больше призеров в следующем. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий и ищи себя в своем следующем видосе. Ну, а следующий девайс, который не имеет аналогов, называется просто и ясно. Дутик. Это что, просто и ясно? Звучит как обзывательство человека, который постоянно обижается. Дед, ну ты что надулся-то? Ха-ха-ха. Дед, я тебя теперь дутиком буду звать. Ха-ха. Я такой же обиженный и толстый. Да не толстый я. А это мне решать. Сейчас как щелкну пальцами, вообще лысый будешь. Больше вам не страшна духота. Теперь вы можете чувствовать себя комфортно даже в самый жаркий день. Нас спасет кондиционер, который поет песни. Или вы придумали охлаждающий девайс 10 в одном? Пас спасет дутик. Ничего подобного в России вы не видели. Что за дутик-то такой? И как я могу видеть подобное тому, чего еще не видел? Алло. Это вентилятор с пульверизатором, распылителем воды. А, это просто вентилятор с распылителем воды? Вы наливаете в емкость воду, закручиваете крышку, включаете вентилятор сзади и наслаждаетесь. Чем? Мокрая одежда или мокрая шея? Я и так могу на себя стакан воды вылить, мне не сложно. Нажимаете на рычажок пульверизатора, мягкие лопасти вентилятора подхватывают это водяное облако и направляют его прямо на вас. Ты знаешь, что такое безумие? Безумие это охлаждаться в знойный летний день из пшикалки с вентилятором, который не дует совершенно и при этом еще умудряться утверждать, что кондиционер зло. Господи Иисусе, а этот вентилятор добро, которое мы заслужили. Да он даже свою функцию выполнить не может, эти капли воды просто летят в никуда, у него поток воздуха никакущий, лопасти, ребенок даже может остановить. Вам больше не придется прятаться под кондиционер с риском простудиться и заболеть. Потому что вы все простудитесь от вентилятора, который дует вам прямо в мокрые щи. Из разряда кто первый, тот и прав. Такое себе охлажденница. Да и никто не отменял выставлять на кондиционере нужную температуру, чтобы избежать риска простудиться или просто посещать прохладный душ. Но зачем нам душ, когда есть чудесный дутик? Дутик. Дутик поможет в любом помещении, в душном магазине или офисе, в любом транспорте, во время длительной прогулки. 15-минутное потение в автобусе или в метро стоит того, чтобы носить с собой этот странный, мягко говоря, непонятный вентилятор? Может и зимой его носить тогда будем? Но зимой-то мы тоже потеем в автобусе или в метро, правда? Да и на обычной прогулке на свежем воздухе никто не заставляет гулять под открытым солнцем в жару, да еще и с ребенком так же, как и не заставляет гулять на улице вообще. Да и легчайшие потоки естественных ветреных масс просто-напросто перебьют вентиляцию этого всратого дутика. А ребенке вы подумали? Ему жарко в коляске в 44 одеялах не будет? Господи, неужели есть что-нибудь страннее этого позорного вентилятора? Уникальный и непревзойденный Супер Пис Пис Супер... Что, простите? Только сегодня вы сможете приобрести уникальный мини-биотуалет Супер Пис Пис по самой смешной цене. Всего за 139 рублей. Справить нужду в пакет? Такого я еще не видел. Вот где аналогов-то нет. Хотя... Но чтобы нашим зрителям стало понятнее, о чем мы говорим, я предлагаю рассмотреть этот чудо-агрегат в действии. Ааа, давайте без этого, окей. Я верю, что в пакет можно справить нужду. Не пугайтесь, дорогие зрители, Денис. Сейчас для нашего трюка мы воспользуемся самой обыкновенной водой из кувшина. Ха-ха-ха! Шутнички. Я вообще-то тут обзор делаю? Можно я потрогаю? Давай. О, господи, какой стыд. Конечно же трогай, но поторопись, пока не остыло. А сколько людей, которые вынуждены обходиться без удобства? И врачи скорой помощи, и строители, и высотники, крановщики, охранники, инкассаторы, водители... И справедливости ради я соглашусь, что карманный биотуалет это очень удобная штука. Если у вас действительно нет никакой возможности справить где-нибудь нужду. Но, зайдя на их сайт, да, у них есть сайт, я немного удивился, прочитав отзывы. На днях попала в ужасную пробку на МКАДе, и если бы не ваше чудо-изобретение, мне было бы совсем тяжко. Для тех, кто не понял, этот комментарий оставила женщина. И у меня вопрос. Как она этим пользовалась, сидя в машине? А специальная удобная горловина позволит с легкостью использовать этот биотуалет в любой ситуации. И мужчинам, и женщинам, и даже детям. Да ладно, это же гениально. Биомышь от российской инновации. Дутик, который не имеет аналогов. Я вас умоляю, карманный биотуалет. Вот где инновации и технологии. Его можно наполнить чем угодно, а после использования оно удобно складывается для хранения. Хмм, мне кажется ли у Писписа появились конкуренты. Фолдинг-бакет годится для уборки, для мытья машины, садовых работ, сантехнических. И подозреваю, что для долгих пробок. Спрячьте его в ящик, повесьте на стену. Или возьмите с собой в машину, если вы понимаете о чем я. Вот где настоящая технология компактности и безграничности применения. И справедливости ради нужно отдать должное телемагазинам за их уникальные товары, а в частности тому самому Дутику. Ведь для кого-то он оказался настолько хорош, что его реально покупали, что аж теперь пытаются избавиться от него на Авито. У меня работает, конечно, хорошо кондиционер, но приобрел вот эту интересную вещь. Называется Дутик. Вот такая вот инновационная судьба для вентиляторного охлаждения лица. Обязательно ставь лайк этому ролику, пиши комментарий, если хочешь выиграть стикеры или просто поддержать канал. Подписывайся, если ты еще не подписан, и приходи в Инстаграм, чтобы увидеть уникальные бэкстейджи со съемок. А с вами, как всегда, был Джим Слоун. Увидимся! Дальше, ты знаешь, что смеешь-то? Ха-ха! Обязательно ставь лайк, смеешь, 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 смеешь. Ха-ха-ха-ха-ха!